здравствуйте вам дорогие подписчики и зрители канала меня зовут никита мы продолжаем прохождение пророчества пендера и с момента последней записи произошли опять некоторые события буквально их было немного группу противников долго выслеживал когда чарльз и в общем двинулись после это со куда-то там вроде они возле календина появлялись потом где-то 7 крестов вроде какие-то мелкие отряды неподалеку от перна бегали а потом вдруг они оказались все возле марлина и там была в общей сумме группировка в 3000 человек нас было 900 на защите но то есть прошу прощения наша наш отряд плюс карнизонные силы там было 900 на 3000 естественно мы их легко отбили там всего одна фаза боя прошла тысячу человек мы у них убили потом они разбежались и дальше мы идут так потихоньку отряды их кушали 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 ну там несколько отрядов в итоге съели человек так около 600 не хотел все это показывать потому что мы уже неоднократно подобные вещи проделывали одно дело когда допустим защищаешься 400 человек или там не знаю 600 человек на 5000 совсем другое дело когда такое соотношение сил явно в пользу защитников несмотря на то что у противника есть численный перевес на тут стало быть у нас битва против трех провидец новая какая-то армия сюда высадилась интересно ее будет забедить но насколько успешно у нас это получится сделать мы сейчас и посмотрим поможем лорду иванусу я думаю он будет несказанно рад ношение с еретиками а это все еретические оказывается силы и мощные тут во главе войска стоят как раз те самые три провидицы не знаю насколько они сильные не помню сталкивались мы с ними когда-либо или не сталкивались но тем не менее надо быть поосторожнее поаккуратнее известно ли что у них по моему 300 дезертируем сарлиона в качестве последний такой вспомогательной силы правда на никак не поможет по ум куча новобранцев и не помню как они там называются по ум тоже около 300 человек но и остальная группировка в ходе конники и вообще сильная пехота хотят слушать они все ли они пехотинцы долучники я уже начинаю нам сомневаться что много конников а слушать а это вообще иконные отряды нет вон у них он и не иконные отряды вот так 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 до конников слушайте действительно немного где там наши конники давайте-ка мы наши конников попытаемся отсюда увести немножко перестроить хотя на самом-то деле давайте-ка мы отправим в атаку пехоту тоже отправляем в атаку по таким-то раскладам слушайте я думаю у нас будет гораздо более серьезные противника оказывается что ничего подобного у нас тут где вы охотиться в огромных количествах считаете что что-то начало влетать и мне это не нравится вот наверно это провидится по камере похоже на то а для чем-то знает так давайте пока что щитом прикроемся ну их нафиг браку знаем еще как начнут метать стрелы за дротики да что они стоят сейчас у черт знает чем занимаются для тихо перераспределим пехота пехота возвращаем назад кавалеристов тоже сейчас попробуем вернуть потому что конечно здорово мы тут бьем-бьем-бьем прорываемся прорываемся но несмотря на это все-таки спеши сейчас ни к чему потому что у нас лучники оказываются никак вновь не задействованы кстати ученики и не задействованы может быть их куда-то ладно не будем трогать давайте просто не будем трогать а лучников я даже не знаю давайте их вот сюда вот теперь что ли перекинем на будущее такое задел у нас они называются провидится новичок провидится фаворит какого тут только нету то есть это некий аналог дев скаутов по всей видимости немного сильнее там девы скауты и девы рейнджеры местность конечно для них более удобно нежели для нас нам-то в идеале это если было ровное поле но тем не менее поле у нас не очень ровно дать все-таки попробуем опять кавалеристов назад оттянуть пехотинцев тоже по полку попробуем оттянуть назад блин и перский катафракт убит биттер и цель дракона тут убит этот убит вообще нельзя их по моему там полторы сотни восточных сквайров бродяг если я ничего не путаю то есть очень сильная группировка который естественно стоит опасаться они вроде там обычные девы я уж по названиям не знаю такие не самые казалось бы сильные войны по крайней мере создают такое впечатление потому что вы привыкли ко всяким девам рейнджерам охотница а тут они состоят с эльфийскими луками немного немало часть естественно стоит другая просто хорошим и длинным так все противники у нас закончились верно верно ну и у нас убитыми немного больше у союзника тем не менее давайте смотреть двое имперских катафрактов убитых что неприятно рыцарь бродяга 1 дева всадница 2 дева меча алебарчик серебряного тумана ну ничего ничего в общем то не смертельно только для этих ребят но в целом для нашего войска это явно не смертельно наверное если бы у них самого начала вот эти вот рыцари бродяги вышли в огромном числе нам бы конечно не поздоровилось а так ну может быть не то что нам бы не поздоровилось но было бы тяжело и неприятности они бы нам доставили гораздо больше нежели у них получилось в итоге и вот опять как наших ребят расставлять то есть холмы 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 попробуем сейчас пехотинцев построить опять стеной щитов не знаю получится это не получится пытаться их бани располагались правильно так давайте кавалеристов еще еще правее поставим по ним плюшки хотя бы не летели лишние почем зря так а пехотинцев у нас вообще а есть есть кстати на этот раз даже большая часть из наших собственных сил так теперь кавалерию засылаем противнику во фланг так пехота 20 шагов назад ребята 20 шагов а вот теперь пехотинцев атаку а вот теперь пехотинцев атаку пехотинцев атаку а то абсолютно нежелиней стороны атаку выехать и самое главное вовремя выехать выехать и самое главное вовремя выехать атаку что приятно они слабо бронированы и за счёт этого выехать над собой многие для них неприятности Ничего, мы вас от этих неприятностей избавим, ну то есть от жизни больше не будете страдать. Так, вроде давим-давим-давим-давим, наверное даже останавливаться не будем, сейчас наши входы назад-вперед, пускай лучники вот сюда подходят, не будем вот так вот планомерно скажем поддавливать. Да что такое? Зараза, лучший парень. Кстати, смотрите, агун у них и народ-то выглянул весь. Начали конники, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что же безобразие, почему здесь? Больше места что ли не было? Начала у них кавалерия подходить, но, конечно, поздно, да, в таких-то количествах. Так, тут за нашим гонится союзникам, надо его выручить. Так, или давайте хотя бы слошадей что-ли поскидываем, у нас уж не получается всех убить. Так, 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 парень, ты куда? Парень, постой. Дезертировать это плохо. Хотя они и так дезертируют. Что с них? Кстати, семеро убежало, нифига себе. Интересно, это кавалерийские части или так? Пехота. Самая обычная. Кто на этот раз? Алибарщик, один центурион, тяжелый всадник и авантюристка. Ну, вроде остальные все ранены. Что ж, хорошо. Как видите, несмотря на то, что группировка противника по численности у нас превосходит, это ничего не значит. Для вас прошло это мимо, но я, по-моему, даже уже чуть ли не третий раз об этом упоминаю, что встречались, нарывались на крестьянскую армию, которая, ну, как бы это сказать, превышала нашу группировку. У нас было что-то около 350, что ли, солдат. У них 1600. Ну, там все были дезертиры Сарлеона, Рвинстерна, Кирсбейна. В общем, все-все-все типы виды. Их в общей сумме было 1600 человек. У нас, по итогу, был один раненый. У них, естественно, все полегли. По-моему, даже пленных не брали. Так. Давайте, пехота в атаку. Кавалерию, на самом деле, сейчас тоже в атаку. Не будем с ними как-то расусоливаться. Плотный, конечно, пруд. Хотя, это не поможет. Но, может быть, нескольких кавалеристов они завалят. Хотя, у меня в этом есть клювные сомнения. Слушай, сударь, у тебя что-то слишком долго даже щит делал. Негоже. Поехали! А стой, где стоишь. Не будем сейчас спешить. Кавалерию чуть отведем, лучников чуть отведем. Пускай они сами на нас прут. Точнее, лучников мы отводить не будем, разве что чуть-чуть пониже переместим. Ну, теперь и в атаку. Так. Там на лучников пошла атака, они уж и сворачиваются и так и сяк. Вереница уклоняется. Но, думаю, что в итоге и никто из наших лучников тоже не пострадает. Ребята, достаточно крепкие, чтобы себя защитить. Тем не менее, кто-то из союзных частей, хотя и в этом я сильно сомневаюсь. Уж очень хорошее прикрытие. Не, ребята, на этот раз дезертировать не удастся никому. Вас тут слишком мало. Ну что ж. Очень неплохое получилось сражение. Жалко, что у нас только с Иваносом слишком хорошие отношения. Так бы были бы еще лучше. Где всадница у нас есть? Есть. Хорошо. Стрелец, лучники, чар? Нет. Чаровцев никого брать не будем. Впрочем, так же, как и наемных воинов. Возьмем провидец фавориток и... Да и, наверное, все. Вот эту шушуру таскать с собой не будем. Так. Что-то у нас припасы так основательно начали редеть. Надо будет их пополнить. У нас они достаточно сейчас однотипные. Колбаса да яблоки. Ну, не считая, конечно, вещевого боза. Как-то вот так вот. Ух ты, и опыта неплохо ребята получили. Только вот повысить получится не многих лишь. Ну, вроде бы все готовы. Так. Нам бы, наверное, сейчас было осмысленно добраться до Итаса. Давайте так и поступим. Отношения с Малбертом упали. Был, потерпел поражение, но смог сбежать. Замечены средние отряды возле Ухуна. Да, здесь небольшие отряды бегают. Регулярно чего-нибудь разоряют у нас. Ну, по крайней мере, пока что только разорили Ханун. Ау Хун, кстати, где? А вот он. Значит, неподалеку от Итаса. Давайте заглянем сюда. Может быть, действительно кого-то встретим. Повышение от Донжи. Давайте тоже посмотрим, что у нее. Ага, мы у нее качали силу. Ну что ж, пусть у нее силу тогда будет максимальной. Живучий, сильный удар. Все, и больше ей силу не качаем. Все доспехи максимального качества, если что, мы ей сможем отдать и надеть. Не помню, перевозили ли мы какие-то вещи из Марлиона в Итас, либо они так в Марлине не остаются. В любом случае, сейчас заглянем. Потому что у нас там какая-то бройка еще оставалась, годная. Не вся, но вроде бы оставалась, если я ничего не путаю. Так, пока что начнем с самого важного. Продать все ненужное. Ну а потом второе по важности, это собрать все нужное. Колбасу больше не будем закупать, у нас ее сейчас в достатке. Так. Бронирный лучник Сарли, он один оставался? Да нет, он нам, наверное, и не нужен, не будем уж на такой степени привередничать и собирать всех до последнего бойца. Хотя вот десяточек, наверное, даже полтора десятка солдат можно взять из бронированных лучников Пендера. И давайте заглянем, кто у нас в таверне. Мало ли, может авантюристы есть? Нет, сумеречный рыцарь. А я бы лучше авантюристов, конечно, встретил. Так. Э! 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 Ребята, вы что? Это что вообще сейчас только что было? Сумеречный рыцарь нас атакует? Да вы смеете? Я такого ребят еще не встречал. Ха-ха-ха. Я не знаю, может быть, это какая-то ошибка сработала или еще что-то, потому что обычно, когда дрожжливый Забулдыга атакует... Ну, во-первых, поначалу они атакуют только в случае, когда мы к ним достаточно близко подойдем. Впоследствии, как мы убеждались, они атакуют только если мы с ними диалог проведем. А чтобы еще и сумеречный рыцарь нас атаковал? Ну, я не знаю. Я прямо не знаю. Так, тут крестьянин. Надо помочь ему в деревне Бретвин. Так, об этом мы сейчас не забудем. Я постараюсь сделать, чтобы мы об этом не забыли. Деревня Бретвин. Где она у нас? Ой, блин, на той стороне, зараза. На той стороне не здорово сейчас бы туда ехать. Но с другой стороны здорово, не здорово. Давайте отправимся прямо сейчас. Хотя, может быть, вытастили у нас что-нибудь интересное будет на вроде вещевого обоза. Давайте глянем. Так, лорд Титус. Это уже, по-моему, наш лорд Кассий. А, ты тоже на службе? Хм, что-то я не помню. Лорда Кассия. И вот точно у нас нету диригуна морехода. Диригун. Приветствую вас, господин. Должно быть, вы наслышаны о том, как со мной плохо обращался канун Квалдис. Хорошо, берем тебя на службу. Лишним ты сейчас явно не будешь, как и многие другие лорды сейчас не будут лишними. Так, у нас здесь изношенная геральдическая кольчуга. А, это вещи на продажу. Отлично. Золото пока что оставим. Навряд ли оно нам когда-то понадобится хоть под что-то. Почти наверняка, что его можно только продать. Но, тем не менее, пускай полежит. Так, и мы еще не поговорили с нашим местным управляющим. Так, к сожалению, больше вещевых обозов он нам пока что выдать не может, но... Так, хорошо. Едем на бритву. Братен. Наверное, так. Княжество Чару уже предлагает мир. Ничего себе. Ребят, кстати, что самое интересное, Эрвин Стерн объявил войну Чару. Я не знаю, за счет каких сил они это, правда, сделали, но... Мы помним, что Сарлеон, после того, как был нами разбит, когда все замки были последние три захвачены, нами у них, они объявили войну Чару, правда, им это не сильно помогло. Тем не менее, пока что мы не намерены... Твою... Я хотел сказать ненамеренно, но случайно так получилось, что уже вознамерились заключить мир. Ну что ж, такое бывает, такие глупости тоже происходят. Ничего страшного, мы это переживем. Но, возможно, это даже осмысленно сейчас будет, то есть, если мы уже ищем хоть какие-то плюсы в той глупости, которую мы сейчас совершили, то в этом тоже есть определенный смысл и цель. Во-первых, у нас сейчас пехота уже основательно подрастаяла из тех вот ребят Дозорных Теневого Легиона, из Арбалетчиков, Алибарщиков, Серебряного Тумана, Лучников у нас еще просто за глаза, но и в том числе Кавалерия у нас тоже начала основательно таять. То есть, ударные группировки у нас закончились, у нас остались, ну, пока что еще есть, вот из этой всей кучи, наверное, группировка подходит для осады замков и городов, не самых сильных укрепленных. Возможно так, но для всего остального, то есть для битвы в поле, у нас группировка все больше и больше тает и не подходит. Поэтому давайте, наверное, во время мира займусь тем, что... и Марка заодно уговорю. Заняться тем, что будем сейчас проезжать по турнирам, будем зарабатывать денег как можно больше, чтобы мы могли вполне себе мощную кавалерийскую группировку иметь и не сильно-то беспокоиться, чтобы за нее там выплачивать какие-то большие малые суммы. Задумаемся о том, чтобы расширить наше производство, чтобы денюжка опять побольше капала. В общем, займемся всеми такими насущными хозяйственными делами. А пока что большое спасибо за внимание, не смотрите, что серия короткая, зато следующая, может быть, будет подлиннее. Посмотрим, оно у нас получается когда как. Увидимся в следующей серии, удачи вам и счастливо, пока-пока.